Добрый день, уважаемые наши зрители! Сегодня снова с вами в эфире рубрика «Развивашки». Я хочу вас познакомить с некоторыми заданиями для обучения грамоте. Начнём с первого. Оно называется «Слогосоставитель». Для этого нужно на карточках записать слова, чтобы крупно, чтобы ребёнку было видно, понятно. Вот такие я подготовила. Разрезать их на слоги, перемешать, попросить ребёнка из смешанных словов составить слова. Задачу можно упростить. Каким образом? Заранее подготовить загадки. Написать отгадки на таких же карточках. Разрезать их на отдельные слоги, как это делаю сейчас я. Можно сделать много загадок. Я взяла четыре, перемешала слоги. Вот что у нас получилось. Ну что, приступаем играть с ребёнком? Первая загадка. Где в болот зелёных тина появилась балерина? На одной ноге она простояла до темна. По этим признакам ребёнок находит отгадку. Это, конечно, цапля. Выбирает слоги, составляет слово. Что получилось? Читает его. Да, действительно, это цапля. Следующее. Откладываем в сторону. Переходим к следующей загадке. На ночной трубе играет. Арфы служат провода. Музыканта всякий знает. Хоть не видел, никогда. Дети у нас очень смышлёные. Они быстро отгадывают загадки. Любят загадки разгадывать. Это ветер. Находит отгадку. Складывает перед собой. Читает её. Ветер. Откладываем. Всё меньше и меньше остаётся у нас карточек. Следующая загадка. Без крыльев пони булетает. Расплачется и пропадает. И она быстро отгадает. Это, конечно, туча. Снова складывает перед собой. Читает. Показывает вам. Откладываем в сторону. Слоги перепутаны. У меня осталась ещё одна загадка. Под опавшие листочки дружно спрятались. Грибочки. Очень хитрые сестрички. Эти сутые. Да, совершенно верно. Лисички. Складываем в слово листочки. Мы молодцы. Это первое задание. Сейчас мы переходим ко второму заданию. Оно называется «Буква сбежала». Мы должны ребёнку подготовить заранее карточки с пропущенными буквами. Написать на них слова, чтобы было, во-первых, удобно, понятно, разборчиво. Вместо пропущенных букв поставить строчки. Наш ребёнок читает, записывает букву «Воробей». Можно ещё ему дать задание на отдельном листочке переписать это слово себе в тетрадь и подчеркнуть орфограммы. Здесь я указала словарные слова. Снова читает слово. Переписывает себе тетрадь, показывает вам. Лис. Лис подбирает проверочные слова, записывает букву, слово читает, переписывает себе в тетрадь. Ещё одна карточка у меня затерялась. Тетрадь снова читает, вставляет пропущенные буквы. А, Ш, И, Ма. Прочитал, переписал. Здесь мы можем ребёнка попросить, чтобы он повторил орфограммы, рассказал правила про описание этих орфограмм. Ещё одно задание у нас в копилочке. Хочу предложить вам следующую игру. Она называется «Змейка из слов». Играть можно не только одному. Нет, а скорее всего одному неинтересно. Играть можно с ребёнком. И нужно с ребёнком. Вдетить в игру ещё несколько человек. Рекомендую. Кто-то первый записывает слово. Оговаривается правило, что продолжаем змейку по последнему слову, либо последней букве. Я подготовила вот такую карточку. Это и есть змейка из слов. Мама. Последний слог Ма. Участник второй продолжает. Шина. Здесь я подчеркнула. Либо можно написать продолжение на слог НА, либо на букву А. Ну, здесь я продолжила на слог НА, ОР. Далее. Либо берём слог ОР, либо букву Р. У меня получилось ОР и ЕХ. А ЛЕХ. Дальше. Трудно. Но у нас в правилах было сказано, что мы можем придумать слова, которые будут начинаться на последнюю букву. Здесь буква Х. Х. ЛЕХ. И так далее. Пока не закончится наш приступ. В этой карточке я сделаю всё крупно. Конечно, когда вы будете проводить эту игру, у вас будет написано более мелким почерком. И можно предсоставить очень-очень длинную змеюку. И ещё предлагаю вам такую игру. Она называется семейная почта. Для семейной почты сначала нужно сделать почтовый ящик. Почтовый ящик я сконструировала из обычной коробки для обуви. Оклеила его, сделала надпись, почта, поставить эту коробочку, этот ящик почтовый на видное место и оговорить правила. Пишем письма. Можно придумать определённую тему дня. И тогда каждый член семьи, каждый участник этой семейной почты пишет в течение дня разнообразные письма. Адресует кому-то. Писать нужно обязательно разборчивым почерком. Стараясь делать как меньше можно помарок грамотно. Написав письмо, мы его складываем, опускаем в почтовый ящик. Письмо у нас в пути. В определённое время наш письмо открываем ящичек. Сложновато. Попробуем открыть. Извлекаем письмо и все вместе приступаем к линиям. Я думаю, что эта игра вам очень понравится. Она носит обучающий, развивающий характер. Сплачивает семью. Ну, на этом я хочу закончить. Надеюсь, что мои советы вам были и будут полезны. Всего вам доброго. Подписывайтесь на наш канал. Субтитры сделал DimaTorzok